Всем привет! Меня зовут Анастасия Семина. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня моя гостья Даша. Привет, Даша! Привет! Привет всем, привет, Настя! У Даши есть замечательный канал. Собственно, мы при помощи YouTube и познакомились. Я увидела её материалы на YouTube, мне очень понравилось. И когда Даша приехала в Петербург, мы встретились. Расскажи, пожалуйста, о своём канале, о своём сайте, чем ты занимаешься? Я преподаю русский язык как иностранный. Сначала я преподавала в университете, в языковой школе. Потом подумала, что гораздо лучше будет охватить большее количество людей. И решила делать канал на YouTube с короткими видео, где я просто говорю медленно на русском, показываю, что у нас происходит, какие-то повседневные ситуации в России. И совмещаю это с преподаванием языка. В общем, проще зайти и посмотреть, потому что там много всего. А какой самый популярный формат видео? У тебя есть очень много видео, которые называются Slow Russian. Есть истории, которые ты читаешь, а есть, где ты показываешь какие-то реалии из жизни в России. Какие самые популярные видео? Самые популярные как раз Slow Russian, где я беру какие-то предметы и просто говорю медленно об этих предметах. Потому что, к сожалению, главная проблема – это нехватка материалов для слушания. То есть людям нечего послушать. Это либо совсем базовые какие-то вещи, либо уже продвинутый уровень. А медленной, чёткой речи, где слышно окончание, где можно как-то понять, что человек говорит, таких очень мало. Поэтому мои пользуются популярностью. Да, здорово. Ты молодец. Мои зрители, мои подписчики часто спрашивают меня, что они могут использовать для того, чтобы заниматься самостоятельно и изучать язык самостоятельно вообще, без преподавателя. Как ты считаешь, возможно ли изучение иностранного языка без преподавателя? Ну, вообще возможно. Это очень сложно, особенно с русским языком. Это невероятно сложно. Но, в принципе, если есть мотивация, если есть большое желание, то нет ничего невозможного. Но самое важное – нужно иметь систему. То есть надо брать учебник, надо следовать урок за уроком. Невозможно будет выучить русский хаотично, глядя какие-то видео, где здесь немножко грамматики, здесь немножко так не получится. То есть нужно определённый учебник, аудиоматериалы к нему, и потом понемногу добавлять что-то со стороны, какие-то песни, какие-то видео, фильмы и так далее. Но система, вот эта база, то есть шаг за шагом постепенно усложнять, и тогда самостоятельно вполне можно выучить. И тогда другой вопрос связан с тем, что люди часто, я сама, когда изучаю иностранный язык, сталкиваюсь с такой проблемой, что не хватает времени, и получается, что я занимаюсь один раз в неделю, вспоминаю о том, что нужно что-то снова поделать по языку через неделю. Как находить время для регулярных занятий? Ну самое главное, это действительно регулярные занятия, то есть, например, два часа раз в неделю, например, один раз, но два часа, это будет гораздо менее эффективно, чем 10 минут, даже 5, но каждый день. И, в принципе, любой человек может найти время, например, утром вы проснулись, пока вы умываетесь, чистите зубы, посмотреть вокруг себя мысленно или даже вслух назвать предметы, которые вы видите, например, зеркало, ванна, это уже какая-то практика. Дальше по пути на работу включите себе подкаст, включите какой-нибудь, ну не знаю, какие-нибудь диалоги на русском, вместо музыки, например, то есть это уже будет полчаса практики. Дальше вместо, например, игр в телефоне поставить какое-то приложение, где опять просто в свободное время что-то практикуется. Перед сном полезно взять, например, какую-нибудь тетрадочку, дневник и буквально несколько строк на русском записать, что сегодня делал то-то, на завтра планы такие-то, да, то есть даже простые фразы. Это займёт 5 минут, но уже всё равно постоянно мозг в процессе обучения, и при этом это часть повседневной жизни, то есть ты не сидишь перед книгой, а ты в движении и при этом всё равно учишь. Я вот считаю, что дневник на иностранном языке это очень классная идея. Мне всегда кажется, что это можно сделать так творчески, просто даже писать красивыми ручками, как-то оформлять, какими-то наклейками, это будет просто удовольствие приносить, и ты это делаешь сам для себя. Да, это отличный способ опять совместить, как говорится, приятное с полезным. Спасибо большое, Даша, я рекомендую вам обязательно проверить её канал на YouTube и также её сайт с материалами, и спасибо за внимание, пока-пока. Спасибо, что позвала меня. Пока-пока. Всё, пока. Субтитры подогнал «Симон»!